Ну что ж, друзья, доброго всем времени суток. С вами Док Браун, а на ваших экранах сегодня Астелия Онлайн. Я расскажу о том, как прошел запуск ОБТ и с чем пришлось столкнуться тем, кто решил лично затестить игру. Так что усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Но перед началом хочу порекомендовать YouTube канал Лучшее ММОРПГ. Там вы найдете интересные обзоры старых и новых ММО-проектов, актуальные и интересные новости из игровой индустрии, а также хит-парады на самые разные темы. Ссылка на канал будет в описании. Переходи, смотри и подписывайся. Ну а теперь вернемся к Астелии Онлайн. Для тех, кто не знает, напомню, что игра уже вышла в ОБТ и попробовать ее могут все желающие. Однако на самом деле все далеко не так просто. Дело в том, что изначально на запуске закрытого бета-теста и раннего доступа все было очень даже неплохо. Игра работала стабильно, сервера справлялись без проблем, но все это закончилось ровным счетом в день запуска открытого бета-теста. Дело в том, что на данный момент желающих поиграть достаточно много. Оба существующих русских сервера забиты полностью и, судя по всему, аппаратура не справляется. На данный момент в игре встречается масса проблем. Лично я столкнулся с постоянными фризами, внезапными падениями фпса и ярыми глюками интерфейса. Дело в том, что на данный момент при открытии практически любого окна, будь то окно гильдии или список Астеллов или еще что-то, игра тут же подвисает на секунду или две. Сказать по правде, в этом мало приятного. Кстати, стоит отметить, что когда около года назад я пробовал играть на корейском сервере, то там такого не было. Так что это, судя по всему, особенность именно нашего русского сервера. Отдельно также хочется упомянуть появившиеся в игре баги, когда ты просто не можешь поговорить с квестовым NPC или взаимодействовать с квестовым предметом. Те, кто смотрели у меня стрим с запуска открытого бета-теста, сами могли наблюдать эту проблему. Любопытно то, что даже перезагрузка игры не помогла решить ее и чисто случайно получилось это исправить с сменой игрового канала. Однако некоторые сталкивались и с более жесткими багами. Те, кому повезло меньше, не могли сменить канал, не могли поговорить ни с одним NPC и даже не могли выйти из игры. Кнопка выхода просто не работала. Прямо с World Art Online начало какое-то получилось. Но даже это еще не конец всех проблем, которые постигли игру на запуске. Дело в том, что на следующий день после старта ОБТ было установлено какое-то обновление. Однако проблемы не то, что не решились, а их стало даже больше. Во-первых, многие стали жаловаться на то, что игра нереально долго стала загружаться. Теперь у некоторых игра загружается в течение 5 минут, а то и дольше. И это с учетом того, что опять-таки на ЗБТ и во время раннего доступа все было нормально. Лично я наблюдаю эту проблему даже на компе у Фокси. И это с учетом того, что опять-таки на ЗБТ у нее все было хорошо. А после обновления игра стала невероятно долго грузиться. Во-вторых, теперь игра стала еще и зависать во время загрузки. Сейчас огромное количество людей, в том числе и мои сагильдицы, попросту не могут нормально с первого раза зайти в игру. Астелия у них зависает на стартовом экране, на моменте выбора сервера или на окне выбора персонажа. Все это приводит к тому, что у некоторых попытка входа в игру может занять до получаса, а то и больше. Сами понимаете, такой букет проблем не дает возможности по-человечески нормально расслабиться в игре. Ну и в-третьих, мне прислали скрины с еще одной любопытной проблемой в Астелии онлайн. Дело в том, что оказывается, после загрузки игры, вы можете получить своего персонажа, который будет пытаться пародировать Майкла Джексона. И самое главное, что управлять им попросту невозможно. Максимум, что получается делать в такой ситуации, это менять угол наклона персонажа. Ходить, использовать скиллы, телепортироваться к ближайшему септеру или еще что-то делать, персонаж в таком состоянии попросту отказывается. Помогает в этой ситуации только многократный перезаход в игру. Учтите, что иногда приходится перезаходить по 3-4, а то и больше раз. Вот такие вот дела, ребята. Не знаю, как долго будут исправлять все эти проблемы в игре, но на данный момент играть реально сложно. А учитывая, что прокачка тут и без того не особо веселая, то все эти проблемы и вовсе порой заставляют задуматься, а стоит ли вообще заходить в остелью. В заключении хочу сказать, что на данный момент, несмотря на все прогнозы хейтеров, в игре реально очень много людей. Сервера просто забиты, а на локациях огромное количество каналов. Так что люди в игре есть, и даже несмотря на наличие явных проблем, люди все равно играют. Особые задроты уже даже взяли 50-й левел. Но с другой стороны, практически в любой игре на старте ОБТ много людей, так что посмотрим, как будут обстоять дела через месяц-другой. Ну а пока что на этом все. Напишите в комментариях, как обстоят дела у вас, с какими проблемами сталкивались в игре вы, ну или может быть вы счастливчик и у вас все хорошо. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну а пока что, всем удачи и до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok